Сейчас Дэнни звонит, ветеринары приехали. Время, что там было, полдвенадцатого. Я говорю, не, мы еще через час придем. Ну это что это получается? Я с утра их прождала, мы не пошли вовремя гулять. Козы худые, еще опять бежать домой. Ну, в полдвенадцатого это вообще не полдесятого, да? Есть разница. Ветеринары предлагают, Дэнни мне опять звонит, или мне быстрее возвращаться, или они придут ко мне сюда. Я говорю, как раз хорошо, скажи им съезд на речку. Здесь на машине прямо дорога, и мы здесь возле мостика. Они могут подъехать, как раз какая им разница, что к нам туда ехать. Но они там уже у нас возле дома. А что они здесь сюда подъедут? Мне надо это здесь. Теперь обратно все переделывать нужно. Надлежащий вид принимать. И шорты разматывать. Будем встречать. Смотрите на мостике. Вроде и свежая кровь. Девчонки. Никто у вас тут ничего не истекает кровью? Не порезался? Я не видела, что вы у кого-то что-то там... Или я просто не замечала, что, может, так и было. А с другой стороны, как-то не заметить. Никто не кричал, не плакал, не жаловался. Да, Няш, все в порядке? А то могут наступить. Мы жили, когда в городе. Там вообще помойки кругом, блин, были. Носок чей-то, Няш, не трогай. Стойте, я прям, он тебе впился. Подожди, давай. О, вот. И могут прям разрезать, прям между... Вот копытка, да, и прям посередине. Да так, что аж льется фонтаном. Стекло какое-нибудь, что мало ли там, что в земле. Стекло, железка. Бывали и такие случаи. И тут, опять же, в помощь теми-спрей. Забрызгиваем теми-спрей очень хорошо. Кстати, вот да, у нас было такое... Сейчас расскажу, потому что сейчас лето, самая пора, да, она может это случиться. Когда угодно, независимости, да. Мы там ходили, между домами там были, в городе, когда жили, такие полянки. И, ну, можно было немножко, не долго, конечно, там, не полгода, там, не с весны, да, зимы гулять. А так, месяц-два погуляешь, и все, больше негде. Смотрите, дурик, что ты наделал? Давай быстрей. Давай, 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 миленький, давай. Давай, 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 стой. Дай, дай сюда, дай руку. Сюда, ну сюда, малыш, малыш. Давай, 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 быстрее. Я никак ногу не ухвачу. Дай, дай, дай. Давай, давай, давай. Давай. Ну, ты даешь. Выходи. Ну, ты даешь. слышу будет такой мощный чудик и молчит видите молча плавает откуда умеет плавать не так-то хорошо плавал я имею ввиду так на дальняк ну так-то показывает там лоси какие-то эти антилопы плавают не мог продержаться наверно недолго да и молчит что упал молчит что плавать молчит видно был так испуган чудик а вот так если бы ушли бы мы да я же увидел бы что кого не хватает хорошо я рядом стояла слышали был ты их и молча хотя бы сказал бы вот и мы гуляли там с козами блин жалко бедненький испугался но молодец не не орал старался старался понимал что надо на мостик но он же не собачка чтоб так это ловко он ветеринары не знаю они не они вот и в общем у людей у некоторых там у нас был дом и такие заборы знаете не сплошняком железка вот эти железные такие палочки палочка дырка палочка дырка и там вообще труба туда если попадешь сама хозяйка говорит палец и отрезала скоро вызывали испугали все смотрите сразу теперь к хозяйке сразу к хозяйке а ты хочешь тому что пойдешь домой или назад а она наступила как только ветеринар уехали и быстрее хозяйки вот они бои у меня они боятся чужих людей если мы подходите брать они уходят not сделали и еле сделали и главное когда делали тем кому уже сделали они смело ко мне подходит а те которые остались не не сделаны и кровь брали поцелуй пробирки а те которые остались они прям вот так в стороне держались и было очень трудно поймать поцелуй пробирки аж нужно и нужен вот какие у нас новости поцелуй пробирки прям что-то им там надо и ннн раньше ннн никогда они не просили не косы ннн хозяйки естественно вот это расскажу свою историю вот эти вот палочки они палочки вот эти железки до сама хозяйка того заборчен там делал не знаю полу не значит она полезла к этому забору к своему же и палец чуть чуть не отрезала он у нее там висел вызывала скорую коза у меня полезла на забор раз ногами передними до копытами и соскочила и все их и как хлынула у нее у нее аж слезы полились и прям не просто кровь пошла покапала сильно пошла а когда прям фонтаном и а хорошо мы были рядом с домом я ее прямо за передней ну коза большая как я ее никак на руки не схвачу но я ее за передние ноги взяла понимаете как ну вот как их а тащишь допустим козлов мы так из сарая перекидываем за передние ноги берешь поднимаешь вот так вот и на задних они так вот идут она переднюю ногу да она переднюю ногу поранила и я и вот эти ноги приподняла и на задних она шла она так послушно шла она не испугалась там от меня не стала куда-то там от страха да она понимала что я и помогаю и вот так я и она идти не могла я и тащить не могу тащить она не идет куда там кровище хлыщет я думаю долго мы будем стоять нам надо уже к дому быстрее и чет предпринимать и я его так вот дотащила ой а как ты остановишь бинтом заматываешь ну и что толку он прям тут же становится мокрый бинт это теме брызгаешь вот так вот несколько раз в день и теме останавливает хорошо кровь мало того что понятно и дезинфекция всякого с антибиотиком уже это спрей идет вот так что мы и погуляли я говорю с этим ветеринарами у нас как-то разногласий нет как-то но уступки и одну как на уступки никаких у нас конфликтов не было видите там ну если что и я могу подождать целый день ты я не могу сидеть понимаете я им положила бы сено мы вчера с утра гуляли вечером я уезжала датки естественно были они были на сене ну так жалко не такие худые после этого ты как не положи там целую кормушку но сена есть сена когда кругом трава ну я и так на полтора часа до все свои дела от отложила понимать что такое молочный скот и молочная какой-то производства да небольшое да там в рамках одного хозяйства но здесь нельзя отложить что-то какую переработку дойку нет можно можно все это сдвинуть на это естественно ну прям вот так вот просто отложить ничего не делайте сидеть ждать до чего-то и хорошо что не ждала ушла видите и мы погуляли и потому что они совсем там полдвенадцатого приехали а я все дела сейчас дома и ждала бы их так что с ветеринарами у нас отношения хорошие не они там не быкует не выступают ну и не мы мы стараемся и я понимаю что они же не просто из дома сели там а давай съездим они же если едут они же если едут то по деревням едут не только к нам ну задержались где ну мало ли что там чё где случилось да задержались бывает и я не могу да просто сидеть и отложить все там гулять не пойдем сыр я сейчас не начну делать потому что я жду ветеринаров они могут приехать как раз такой момент допустим когда ты начнешь там какой-то нагревание да и мешать 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 непрерывно вообще не уйдешь поэтому здесь я говорю когда вот когда молочная да здесь ну желательно знать кто приедет когда приедет зачем приедет а можно отложить да можно отодвинуть но прям не так чтобы сидеть и ждать целый день вот так что у нас все хорошо без всяких видите из чего тут устраивать чего-то там мне тут помешали я тут делу меня там по горло до всяких ничего страшного там подождала и они не кричат вот мы за вами там сюда приперлись вот короче у нас все с пониманием всегда всегда я это говорила как ветеринары приезжаю пока у нас конфликтов не было ну и пока в принципе они требуют то что положено им же требования эти тоже дают они же не по своему желанию сейчас мы поедем а потом да ну не поедет что положено какие мероприятия какие процедуры такие они делают так и забыли мы про эту кровь да в общем я рассказала да тот случай вон а сегодня какой насыщенный день да так что и бывали еще порезы укос когда просто шла прям копытка в этим наступила да и разрезала так что бывает укос бывает прям к сожалению копыта ой копыта до ноги это понятно хочу сказать ладно там это не ладно это уже понятно она ну не сможет ходить какое-то время естественно у нее аппетит пропадет она будет мало есть и про молоко можете забыть вообще пока это будет все вот этот стресс боль сильная там недель но не неделю до 23 понимаете за это время что будет с молоком так что тут вот все это у некоторых еще были вы имя пропарывали козы у меня слава богу такого не было 15 16 не знаю сколько лет чтобы время пропорола читала случае и кровище она идет и кровище льется и молоко потому что пропоролу так что вообще ну понимаете можно порезаться понемножку можно посильней а можно прям вот так вот как я говорю что фонтаном там кровь лыщет и вот что с выменем конечно это жалко во первых это очень больно да ей и если ногу ты можешь не беспокоить а вы имя сдаивать то придется по-любому или просто бросить испортить козу да ну что девочки вы там они здесь рядом но по направлению к дому я думаю все уже не сдерживать их и домой нам идти так что чем из при говорила каждый раз много раз очень хорошо останавливает кровотечение прям кровотечения такие сильные сильные мало того что инфекцию прям это такой уже без проигрышный вариант рассказывала как-то я и детям когда у детей глубокие раны сейчас дети уже побольше да когда дети были поменьше и мы жили там городе а там говорил уже не дороги не фонарей ничего такая тоже земля где где-то времена мисс ребенка и где-то там еще чего-то и здесь она сам еще горки были и дети бегут и понимаете проехались до упали они-то встали сильно муж не орали и побежали дальше мои неорастые такие дети у некоторых упадут там визгу будет криков господи боже мой что девочки что мальчики там мамаши в истериках что что вы устроили мои что ребята что милана а вот они-то они-то внимание не обратили дальше побежали а это рано понимать там грязь земля вот это вот все и думаешь пройдет и господи просто упал ребенок а потом она начинает наиться и помню у детей даже было ну кого-то одного и прям такая глубокая там уже видно что там гноя пока заметила то есть там уже или антибиотики пить и ну антибиотики я не стала давать я стала брызгать чем и спреем да и за несколько дней ну там результат там сразу видим за несколько дней прошло конечно это это очень щепучая не терпит что животные что дети не хотят а ну никуда не денешься очень хорошие средства и вот так вот я у меня когда допустим не комара знаю мошку укусит да и ты тоже не обращаешь внимание вот сейчас 150 раз в день кусают эти мошки комары да что ты каждый будешь обрабатывать и и диком не знаю зеленкой мазью чем-то еще нет вот и так вот запустишь запустишь а ногу уже разносит уже понимаешь когда она чешется уже постоянно когда уже болеть начинает и разносит вот так вот как-то как-то с ногами у меня так обычно да как-то в руки они так эти мошки и не знаю не кусали вот и пока не начинаешь чем брызгать не можно каким-то еще другими средствами наверное естественно приложить ее дома зеленка по мосте и левыми колью и там еще какие-нибудь от укусов комаров фенистилом да но я говорю когда таких мази никаких нет а вот и чем и у нас есть всегда хозяйстве прямо кончать я покупаю обязательно обязательно обезвроживать чем и спрей летом это обязательно когда что-то у кого-то что-то случается не укус так у собак не у собак так у детей не у не у детей так у меня что-то вот конечно это не очень красиво когда ты с таким пятном ну я себе могу побрызгать когда я знаю допустим что я эти дни если какое-то место видно и нога рука я я знаю что я в эти дни допустим выходить не буду потому что побрызгал и просто так вот допустим вечером отмыть или куда ты уходишь оттереть она ничем и он не отмывается так быстро вот про роднение тоже поговорили а это сейчас алтая спасала когда мы его купили покупали в 10 дней там держатка и рассказывала много раз там где я его покупала там козлов не держат там они занимаются молоком там только за низкие козы у них и козлов они несмотря на то что они продают они ведут сайт все там вся подробная информация и то есть ты отслеживаешь там написано покрытие а код и когда у них там предполагаемые и случившиеся и ты отслеживаешь если тебе нужен козлик естественно вот там смотришь на сайте чешусь коза родила да и все давай звоните и да нам нужен козлик вот от этой козы вот и я же позвонила прям сразу как только родился и в 10 дней до 10 дней они держат если никто не забирает то все одних они должны какое мясо 10 дней у них просто отдают на курс собачку предупредил уже сразу да он еще один родился у козы он был такой здоровый крупный здесь золотой привезла и первые дни а видно было что обезврожили вот прям только недавно рога эти какие-то расплавленных тут там непонятно что но поэтому и сейчас вот эти огрызки у него постоянно отрастают он их сбивает крови щельется все лицо заливает это теперь так на всю жизнь я уже говорила тоже много раз не вовремя сделанное и неправильно сделаны не путевое обезвоживание она так и будет на всю жизнь вот эти огрызки отрастать это ладно у него мягкие такие а бывают знаете отрастает темп пивается и все там или погибли животные или надо спиливать опять мучить вот это вот каждый раз вот про алтая теперь рассказывала да и прошло несколько прошло несколько дней как он у нас был активный ну видно ребенок шустрый большой хороший все хорошо молочком я его поила каждый раз приходила а вот через несколько дней я начала замечать что он такой знаете потухает такой что-то что-то не в порядке а потом уже прям просто видно он стоит уже ну прям видно что очень плохо и я нагнулась к нему они еще уже было то есть там гнили эти рога с виду как бы а почему не очень видно они еще этим я почему категорически против этим алюминий спрей это так красиво смотрится это классно они как инопланетяне когда без дрожи никогда не покупал все это ерунду потому что читала изначально что но слабовато это и да и убедилась они еще за брызгали этим алюминием с виду то красиво все хорошо я нагнулась чисто случайно я даже не к нему а он просто стоял я что-то к земле что ли на нагнулась там к полу что-то посмотреть и тут он мне головой как раз вот так вот встретился а там вонь такая жуткая ужас ну прям вообще и что а он уже такой все он уже стал перестал есть но сначала это постепенно-постепенно ты не поймешь что случилось а потом уже все уже видно ребенок такой и я естественно начала брызгать чем и спреи вот это все гнилье потом я уже стала его обсматривать и прямо на глазах я говорю помогает им из прибы ну прям не излечит сразу до волшебным образом не заткнет эту дырку до из которой лилась кровь но постепенно постепенно и прям видно что становится лучше что останавливается вот это вот что кровотечение что гниение прям сильно я говорю про случай когда у прям вот у меня было сильно не просто немножко и я стою хвалю мне кстати не платят за рекламу чем и спрея я каждый раз его нахваливаем и вот хорошо если бы там было бы не некогда если бы я его не поила молоком там где-то я на работе была может быть он вполне мог и погибнуть потому что все он уже был такой уже прям совсем никакой брызгал чем и спреем и прям на этот день к вечеру он повеселил немножко на свежий день ему уже видно что лучше и вот так вот прошло если дело вот прям только в экономии да вы хотите сэкономить туда у всякие там ерундушки вот эти серебристые как они называются какие-то какие-то там скорее какие-то там еще вот но дело в том что вы видите можно и загубить вот так вот непонявшие если вам особенно некогда нянчится да вот как 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 многим как мне я же не сижу в сарае я же не сижу все время возле своих коз любуюсь обнимаясь да все меня укоряют и упрекают многие из но не немногие некоторые даже не обнимаю даже не целую я своих коз по кличкам даже не зову не начинаю перечислять прям от 1 до 20 до вот такая плохая хозяйка вот если вы зашли вроде он стоит и стоит вроде нормально да и вот так вот можно можно и загубить ну то есть погибнет животное если дело в экономии прям тупо просто в экономии прям ну алюминьку я имею ввиду покупать а вот так вот можешь довести до такого состояния ну невольно да что потом не не выберется животное что потом вообще уже зайдешь а он уже сдох так что тут дело не в экономии да чем спрей из них самый дорогой из всяких которые есть всякие брызгалки пшикалки замазывал ки всякие вот я всегда пользуюсь вот как много много лет назад все мы когда в городе жили еще и не знаю вот как как попробовала чем и спрей все и он отличается качественно от всех остальных все я пошла догонять я с вами прощаюсь всего вам доброго до свидания они пока здесь слава богу побегали побегали до с утра хоть тупость у них это прошла ну-ка включается вот эти вот ну козлять но это козлятина козы бы они бы и не хотели бы не хотели бы стада и все равно бегут дурочки вот пойдем домой с облегчением каждый раз хорошо думаю но часто и мацка откажешь им опять приезжать им опять время тратить бензин тратить и и мне на душе ну когда ты должна четко да вот ну нехорошо тоже я вот этот не люблю когда есть возможность да они приедем приезжайте все ну редко бывает так попадает что я не могу я уезжаю тоже но они не выступают когда до в другой день все договариваемся и другой день вот когда договорились это нужно сделать обязательно все а то они уже пошли все вам доброго до свидания не болейте не раньтесь не не что там еще за рогами следите за своими вовремя все делаете побежала козлятина я буду сейчас догонять но они теперь сейчас к дому бегут все не болеть никуда не денешься все равно и заболеваешь и что-то случается да и нужно и нужно быть палочки моего ручалочки вот и нужно быть к этому готовыми а то что она случилась она случилась ничего она пройдет и это и наладится я выключаю